всем привет ребят с вами как всегда лазер и это у нас новая серия по rp в кар паркинге и как вы помните в той серии мой друг подарил мне машину это toyota camry которая зашла мне больше чем моя удюха поэтому сейчас мы поедем продавать мою дюху потому что я хочу сделать тоже подарок другу и подарить ему тоже машину очень ребят сейчас мы подъезжаем к покупателю данной машины если она ему понравится моя удюха то он ее купит если нет то нет все ребят короче по бокам она ему понравилась сказал хорошее состояние для семнадцатого года в общем сейчас мы с ним покатаемся если ему понравится езда там двигатель как ручьи там все вот это понравится, то он ее купит. И я поеду, выберу машину для друга. Такс, ребят, поздравьте меня, я продал свою Удюху. В общем, прикиньте, с первого раза смог продать машину, потому что она понравилась этому человеку. Ну что ж, Удюха, тогда прощай, мы с тобой больше не увидимся. Ну, в принципе, можем пересечься где-нибудь в городе. Ну, как-нибудь случайно пересечемся, может, и я тебя увижу. В общем, все, машина уже не моя, можно идти домой. Такс, ребят, я тут чекнул объявление в компе. В общем, мне понравилось сейчас объявление Гелик 16-го года и Х5М 11-го года. Сейчас едем, посмотрим. Такс, ребят, ну что, я уже в машине. В общем, сейчас едем смотреть Гелик 16-го года. Это в старом кузове и Х5М 11-го года вроде. Сейчас посмотрим, что нам больше понравится, то и купим. Такс, ребят, вот и наш Гелик. Машина в хорошем состоянии. Смотрите, тут даже нету ни гнили, ничего, потому что в Мерседесах, знаете, кузов тонкий и он начинает гнить. Но этот Гелик, смотрите, он в хорошем состоянии. Тут хорошие диски стоят, также нету нигде гнили. Но, ребят, старый кузов, не знаю, как ему зайдет, не зайдет. В общем, 16-й год. Также комплектация не самая богатая. Я даже не знаю, брать, не брать, но тонировка тоже есть. Такс, ребят, ну что, сейчас протестим, как она ездит. В общем, капец, я как будто на корабле плыву еще с рулем тут. Капец, что такое руль? Она даже не едет как-то, Гелик не едет. Капец. Ну, тут всего 200 лошадок, что с него ждать-то? Не знаю даже, ребят. Такс, ребят, следующая машина, это у нас Х5М 11-го года. Ну, смотрите, ребят, насколько он четко сохранился. То есть, хозяин у него был ответственный и хорошо следил за ним и ухаживал за ним. В общем, смотрите, гнили вообще нигде нету. Он у нас перекрашивался, то есть, он был черный. Салон у нас тоже в нормальном состоянии. В общем, Х5М был черный изначально. Его покрасили в белый. Причем, покрасили только год назад. Поэтому есть гарантия, что он еще 5 лет будет нормально ездить и не гнить. В общем, он мне нравится пока что больше, чем Гелик. В общем, ряд по салону тут тоже прикольный. В общем, как вы знаете, у меня тоже был Х5М. Раньше, только в золотом цвете, но я его продал. Точнее, не продал, у меня его угнали. Это печально, конечно. В общем, вот такой тут Х5М по салончику вообще прикольный. Так-с, ребят, давайте тогда на нем проедем немножечко. Капец. Ой, нифига себе, он валит. Так, давайте сейчас руль чекнем, как он рулится. Так, раз, два. Вот этот руль чувствительнее, вот значительно чувствительнее. На Гелике там, пока он повернет корабль такой, да, тем более старое поконение. Новое рулится, конечно, лучше, но Гелик как-то не очень. Мне кажется, Х5М надо брать. Так-с, ребят, ну чё, я уже дома, как бы, машина уже полностью моя, поздравьте меня с покупкой. В общем, я решил подарить ему такой Х5М. Кстати, ребят, я еще не знаю сам, какая у него машина, поэтому, надеюсь, ему зайдет друг, прикиньте, он купил тоже Х5М, и у него будет два Х5М, надеюсь, такого не будет. В общем, сейчас поедем, подарим машину. Всё, ребят, короче, выезжаем. Ну что ж, ребят, сейчас позырим на его реакцию, вообще, как он среагирует на такой подарок. В общем, он живет тоже возле меня, но я специально не ездил к нему, не смотрел, что у него стоит во дворе, чтобы мне было тоже интересней, что там он себе прикупил. В общем, ставьте ставки. Мы уже подъезжаем. Сейчас, ребят, вот за этим домом, и вон, вон его участок, короче. Всё, давайте ставим ставочки. Капец, ребят, это чё, Chevrolet Corvette? Так, ребят, я сразу могу определить, это либо 15-й год, либо 17-й, потому что именно такая модель производилась в этих годах. Смотрите, какой он имбовый. Так, мой друг говорил, что хочет Camaro, но почему-то он не взял Camaro, взял именно Chevrolet Corvette. Ну, всё равно тачка прикольная, согласитесь. Жёлтый цвет вообще идёт. Тонировка глухая, просто в хлам. В общем, сейчас будем звонить другу. Всё, ребят, мой друг бежит, смотрите, капец. Как тебе мой подарок? Короче, вот этот X5M я дарю тебе, потому что ты мне тоже подарил Toyota Camry. В общем, вот тебе подарок мой. Так, капец, он пишет, что ему как раз надо было внедорожник, и потому что на Corvette в село не поедешь. Почему? Ему машина понравилась, в общем, он сейчас хочет ехать кататься на ней, со мной. Надеюсь, он не прикалывается ему нормально. Ну, по-настоящему зашла машина. В общем, сейчас поедем, покатаемся. Ну, и давайте тогда заканчивать серию. Если хотите дальше такие серии, то пишите в комментах. блин, ну я офиген, ну как он мог купить Corvette? Откуда у него такие деньги? Corvette новый, не так уж, ну, очень дорого стоит, как бы. Ну, X5M, надеюсь, ему тоже понравился мой. Как раз ему для села будет X5M. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, Лазер. Всем дошеред, всем пока-пока.